Донецкая филармония Донецкая филармония Под грохот Кагнанады состоится концерт органной музыки Когда еще такое предстоит? Как в блокадном Ленинграде Шостакович писал свою знаменитую симфонию В блокадном Ленинграде И мы сейчас слушаем музыку В филармонии имени Прокофьева Концерт органной музыки Прошу Вот так вот филармония выглядит изнутри Кстати, сегодня органу, вот этому прекрасному органу Страняется 55 лет Ровно 55 лет назад его сюда привезли И с тех пор он служит верой и правдой нашему городу И с тех пор он служит верой и правдой нашему городу И с тех пор он служит верой и правдой нашему городу И с тех пор он служит верой и правдой нашему городу И с тех пор он служит верой и правдой нашему городу И с тех пор он служит верой и правдой нашему городу СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Это трудное время, хотя у нас на Смолянке сегодня целый день стреляют. На аэропорт, на Смолянку туда. Ну, приехали сюда, конечно, отдохнули, как будто этого ничего не было. Спасибо всем организаторам, всем исполнителям и людям, которые пришли. Тоже им спасибо. Вам спасибо. Впечатления, представляете, город с северной стороны бомбят. А у нас идет такая музыка, от которой сердце вот так вот выпрыгивает во все стороны, развивается во все эти самые. Конечно, какое может быть впечатление. К этому просто все соскучились по этому. Все, что я могу сказать. И, в общем-то, очень мало рекламы было по этой музыке, очень мало. Я случайно в новостях увидела маленький-маленький кусочек вот этой рекламы, что Станислав Калинин 14 сентября. И только приехав в филармонию, я увидела, что он приезжает выступать. Это очень, ну, как бы, немножко, как что-то не доделали, где-то что-то не допредили. А, в общем-то, спасибо ему огромное, как музыканту, как гражданину, как человеку, что он в помнящийся город приехал и дал концерт. Станислав Александрович, очень-очень интересный концерт, отличная музыка, просто талантище, огромное. Скажите, пожалуйста, что вас подвигло приехать в Донецк в такое сложное время? Я не видел для себя в этом ничего, чего-то сверхъестественного. Я приезжаю в Донецк каждый год. Это моя работа, это моя жизнь, я живу музыкой. Я в Донецк уже очень много лет приезжаю каждый год, и каждый год выхожу в Донецкой публике. Для меня ничего не поменялось. Более того, я считаю, что чем, ну, тяжелее испытания, чем тяжелее времена, тем больше утешения дает людям классическая музыка, высокая классическая музыка. И то, что я безумно счастлив не тому, что я сюда приехал, мне всегда очень приятно приезжать в Донецк. Здесь особая публика, всегда очень горячо, тепло воспринимают, очень чутко слушают музыку. Но я просто счастлив из-за того, что сегодня был практически полный зал. И это значит, что не случайно филармония в это время продолжает давать концерты. И я думаю, что не только я, а и другие гастролеры, несмотря ни на что, все равно будут приезжать сюда. Потому что мы нужны людям, музыку нужна людям. Я желаю и вашим телезрителям, и всем людям, желаю прежде всего мира и спокойствия. И желаю, чтобы люди всегда не забывали о вечных ценностях. Потому что та музыка, которая звучала сегодня, та музыка, которая звучит в этом зале всегда, это музыка, которая прожила много столетий. Композиторы, которые писали, тоже жили в нелегкие времена. Тоже переживали страдания, несчастья, потери близких. Но они продолжали писать эту музыку. И эта музыка нужна и сейчас, как никогда.